США и Россия, возможно ли в наше время новая холодная война? Новые казусы Байдена на этот раз Джо назвал Путина президент Клутин. Новые расследования проекта Veritas и Джеймса Киев подает в суд на Твиттер. И двудневная конференция проходит сейчас в Оклахоме. На ней выступают полюбившиеся нам генерал Флинн, Сидни Пауэлл, Линн Вуд и Майк Линдл. Всем привет, меня зовут Лариса, мы находимся в городе Лос-Анджелес. Я слежу за американскими новостями и американским ютубом. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы сразу же получать уведомления о новых видео. Поехали! Джо Байден ввел национальный режим чрезвычайной ситуации. Данные об этом опубликованы на портале Белого дома. Я издал указ об объявлении чрезвычайного положения в стране в связи с необычной и чрезвычайной угрозой для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. Которая вызвана вредоносной иностранной деятельностью правительства Российской Федерации, сказано в документе. Что это значит, пока непонятно. Но введение режима ЧС дает американскому президенту большую свободу действий. Отменить режим может Конгресс. Ранее Байден подписал указ о санкциях против России. Текст также опубликован на сайте Белого дома. В новый санкционный список включили 32 компании и граждан России за попытки вмешательства в президентские выборы 2020. США также высылали из страны 10 российских дипломатов. Читатели сайта Fox News восприняли такое решение в штыки. Общее мнение таково, что американцам ни к чему новая холодная война с Россией и мир был куда безопаснее с экс-президентом Дональдом Трампом. Скоро Джо запретит ввоз российских автомобилей, пошутил один из пользователей. Российская сторона не замедлила с ответом и сообщила американскому послу, что скоро последует серия ответных мер. На данный момент Россия высылает 10 дипломатов и дает запрет на въезд 8 членам бывшей и нынешней администрации, включая директора ФБР. Все это выглядело немного неожиданным, ведь буквально на днях Байден провел телефонный разговор с Путиным и пригласил его провести личную встречу. Казалось бы, все идет хорошо, но Джо так не считает. Похоже, лидеры не договорились. «Предложение остается в силе. Мы по-прежнему считаем, что это будет большим шагом вперед для построения предсказуемых и стабильных отношений», сказала Псаки на брифинге уже после введения санкций. Вся эта игра мускулами началась еще месяц назад, когда Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В ответ на это российский президент сказал, кто как обзывается, тот так и называется. Джо также выступил на днях со специальным посланием, где снова не обошлось без казусов. В обращении Джона звал Владимира Путина президент Клутин. Новая речь Байдена снова вызвала шквал мемов в сети президента Клутина, наверное, нескоро и забудут Байдену. Будем следить за отношениями двух держав, в которых напряжение нарастает и очень быстро. Пишите свои мнения в комментариях. Проект Veritas выпустил еще несколько откровений технического директора CNN, например, что нагнетание страха очень хорошо продается и поднимает рейтинги канала. И что задача канала была усиливать страх и показывать все большие и большие цифры смертности на экране. Иногда во время прямого эфира раздавался звонок директора, и он давал указания держать цифры смертей на экране. Следующая история будет связана с климатическими проблемами, и она будет такой же огромной. Не удивляют откровения технического директора CNN о расизме, если в инциденте не фигурирует белый человек, что мы даже не беремся за эту историю. Твиттер тут же поддержал CNN и удалил аккаунт Джеймса Акифа, основателя проекта Veritas. Джеймс не стал это терпеть и в понедельник подает в суд на Твиттер за удаление аккаунта. Напомню, что недавно проект Veritas выиграли суд против издания New York Times, которые назвали расследование проекта Veritas вводящими в заблуждение. Проект Veritas подали иск о клевете и одержали победу. Внимательно следим за иском против Твиттера и желаем Джеймсу Акифу удачи. В Оклахоме проходит двудневная конференция «Здоровье и свободы». Перед огромной аудиторией выступят полюбившиеся нам генерал Флинн, Сидни Пауэлл, Линн Вуд и Майк Линдл. На конференции будет еще около 40 спикеров. Генерал Флинн уже выступил перед аудиторией, которая горячо его приветствовала. Подписывайтесь, смотрите мой канал, пишите свои мнения в комментариях. Всем замечательного настроения и всем пока!